Охота Чтобы прошел снег, чтобы устоялась погода и на следующий день, как правило, старается попасть на снег, мне еще мало следов. То же самое взять, допустим, охоту на кабанов. Если какой-то лесной массив, участок заросший, где кабаны любят прятаться и видно, что туда есть входной след, значит, можно объехать этот участок, допустим, на машине посмотреть, что нет выхода и определить, что кабан в данный момент находится вот в этом месте. Вот я, например, захотел стать охотником. С чего мне начать? С чего начать? Да. Начать нужно с дружбы с настоящим охотником. То есть с человеком, который расскажет обо всем, который покажет, который объяснит, какое нужно иметь оружие. Ну и постепенно вливаться в коллектив, учиться метко стрелять, изучать повадки животных. Оформление документов, в общем-то, порядок довольно-таки простой. Сначала нужно получить право на ношение и хранение гладкоствольного охотничьего оружия. Через пять лет можно и уже, так сказать, перейти к более серьезному оружию, к нарезному. Для того, чтобы охотиться, нужно сначала получить охотничий билет. Для этого нужно обратиться в охотничье управление. Ну, про оружие хочу рассказать. Оружие, оно, конечно, у охотников, как правило, должно быть несколько видов оружия. То есть для ходовой охоты, когда ходишь, должно быть легкое оружие. Но, как правило, это двухстволки и вот такие автоматы. Это удобное, легкое ружье. С ним легко ходить, быстро вскидывать его можно. То есть оно удобное. На гусиную охоту я, например, беру два ствола сразу. Потому что бывает, что если стая, допустим, налетела, то разрядил одно оружие, переходишь на второе. Вот мне два автомата устраивают. На кабана вот у меня есть такой комплект. То есть есть оптика, есть лазерный целеуказатель. Вот здесь вот вы видите фонарь. Это вот оружие удобное на копытных. Наше увлечение достойно уважения. И само братство охотников тоже. Это очень интересные встречи, очень интересные люди. Очень интересное общение. Поэтому охота – это очень хорошее, приятное, полезное занятие. Субтитры создавал DimaTorzok